добрый день в этом видео мы рассмотрим как собирается необычная головоломка она называется squished cube обычный скьюб выглядит вот так этот же гораздо больше если на него посмотреть с другого ракурса то понятно почему он squished раздавленный или скошенный также при перемешивании он теряет свою форму становится страшным из-за чего здесь появляется дополнительный этап сборки по ориентации центров если вы умеете собирать обычный скьюб то попробуйте первый этап выполнить самостоятельно для тех кто не умеет я вкратце покажу как собирается скьюб подробно обучающее видео можно найти по ссылке в описании у обычного скьюба 8 углов и 6 центров у squished скьюба все так же столько же центров и углов но они изменили свою форму и стали крупнее так эти две головоломки выглядят в перемешанном состоянии обычный а это squished скьюб для начала расставим по местам все элементы это будет этап скьюба начинать сборку можно с любого центра но для определенности я буду показывать с белого центр это вот такой квадратный элемент эти элементы углой вокруг одного белого центра нужно расставить четыре уголка у которых есть белый цвет для начала их нужно искать на противоположной грани вот здесь есть парочка любой из них вот таким вращением можно поставить к белому центру как только первый угол готов рядом с ним нужно поставить другие углы так чтобы вот эти цвета совпадали ищем еще угол на верхней грани пример вот такой легким движением ставим его на это место видим что белый цвет развернут неправильно а значит уголок нужно перевернуть для этого берем в такое положение белый центр снизу уголок который мы разворачиваем справа отводим его сюда назад вверх вправо здесь его поворачиваем вращая вот за этот задний уголок и возвращаем угол на место если цвет совпадает но значит хорошо если нет то процедуру повторяем смотрим дальше вот есть еще один уголок ставим его сюда здесь цвета сразу совпадают первые три обычно собираются легко остался последний четвертый и ищем его на верхней грани либо он может уже стоять здесь вот белый уголок ставим на свое место видим что его нужно развернуть опять отводим назад вращаем за этот уголок и возвращаем видим что развернулся правильно но пропал вот этот таким движением его нужно просто вернуть не забыть таким образом собирается первый слой бывает так что возле центра уже стоит белый уголок и тогда другие ставим уже сразу ориентируясь на эти цвета к примеру если вот этот опустить то цвет подойдет и белый с белым совпадает следующий стоит на месте но развернут неправильно опять отводим назад здесь разворачиваем и возвращаем пока это не последний уголок а вот этот элемент возвращать на место не нужно пока здесь это место свободно дальше переходим сюда и ставим четвертый ну такое положение уже привычно поэтому предположим что он белым направлен в другую сторону это можно решить разными способами либо сделать предыдущую комбинацию дважды отводим назад разворачиваем вставляем возвращаем а получилось предыдущий случай просто повторяем и устанавливаем этот уголок либо из того же положения можно перехватить вот так чтобы угол был слева и сделать все зеркально отводим разворачиваем возвращаем развернулся правильно и восстанавливаем недостающий уголок первый слой готов можно собирать и другими способами но я показываю самый простой то же самое сделаем на сквышецхьюбе вот белый центр он уже не такой квадратный в виде трапеции надо рядом с ним поставить белый уголок но один какой то есть можем начать с него либо поискать сверху какой нибудь еще белый вот белый есть если белый цвет направлен не вверх а куда то вбок то в одно движение он этим белым цветом спокойно совместится с белым центром давайте попробуем и вот белый центр и уже один уголок есть рядом с ним должен быть какой то белый оранжевый поищем такой это не белый это не белый оранжевый вот белый оранжевый он к сожалению находится снизу но отсюда его легко поднять вверх получается вот белый центр и мы его подняли сюда вверх с трудом помещается в кадр но теперь отсюда сверху можно его поставить рядом со своим другом белый оранжевым мы видим что белый цвет не совпадает с белым центром поэтому будем уголок разворачивать белый центр снизу уголок перед нами отводим его сюда здесь разворачиваем и возвращаем вот получилось два уголка рядом следующий должен быть бело-синий должен стоять вот здесь вот он встал вот так белый цвет вправо но я предлагаю его на месте развернуть дважды чтобы не путаться так как форма сложная и легко сбиться отводим вверх тут его разворачиваем и возвращаем так мне приходится сделать еще раз поднимаем разворачиваем и возвращаем получилось уже три угла при сборке четвертого нужно не разрушить уже собранное перехватываем вот так и здесь должен стоять недостающий белый уголок где он вот он маленький подводим поближе видим что стоит он неправильно а значит нужно снова разворачивать поднимаем наверх вот он здесь вот его разворачиваем возвращаем обратно вниз и восстанавливаем задний уголок вот вот собрался первый слой с маленьким прям совсем неудобно наверное проще с него начинать сборку чтобы потом его не искать за остальными крупными элементами его видно плохо при сборке белого слоя стоит также отметить что белый центр не симметричен поэтому как на обычном скьюбе здесь не получится поставить уголок в любое место например вот этот маленький к этой широкой части центра не подойдет как мы его не разворачиваем он здесь хорошо не встанет поэтому вот этот маленький уголок нужно ставить именно к узкой части трапеции к самой короткой стороне центра также вот этот уголок вроде смотрит почти вниз но не совпадает с боковой стороной центра все потому что он не отсюда иначе его нужно переставить к соседнему центру и тогда вот здесь уже пробуйте его разворачивать и тогда это получится важно поставить первый уголок остальные тогда уже по цветам встанут на свои места здесь вот бело-синий-красный нам нужен оранжевый подведем его поближе дальше сюда синий ну либо можно вот сюда поставить маленький вот тут на готове и финальный этот уже будем разворачивать на месте остальные три по своим местам значит этому деваться некуда ну через правую сторону сделаем это за два раза раз восстановили и два белый слой собран теперь нам нужно сделать так чтобы верхние углы они будут желтые были правильно ориентированы первый слой собран здесь ориентируем правильно углы здесь возможно всего две ситуации помимо собранной но для решения каждой потребуется комбинация под названием пиф-паф покажу ее на собранном скьюбе здесь всего четыре хода два в одну сторону два в обратную для начала мы передний правый верхний угол вращаем против часовой стрелки после чего левый верхний передний уголок вращаем по часовой стрелке затем отменяем первое движение и отменяем второе движение эти четыре хода называются пиф-паф вращение происходит вокруг передних верхних углов покажи еще раз правый угол левый угол обратно обратно это уже два пиф-пафа если сделать пиф-паф трижды то углы вернутся в прежнее положение если сделать еще три раза то скьюб вернется в исходное состояние это пятый и это шестой я продемонстрирую выполнение по методу для начинающих можно также делать и скоростным способом при помощи особых движений рук можно сделать пиф-паф чуть быстрее вот это было три пиф-пафа вот еще три но на шейп-модах это не так удобно поэтому использовать не будем первая ситуация белая грань собрана а на верхней грани нет ни одного желтого уголка вернее желтый цвет повернут в другие стороны вот два вот и вот все четыре уголка наверх не смотрят такая ситуация называется вертолет по аналогии с кубиком рубика вот похожая ситуация два глаза и два уха на скьюбе нужно вот эти вот так называемые глаза расположить вправо тогда у нас перед нами будет одно ухо а сзади второе и сделать один пиф-паф раз два три четыре четыре движения и все углы правильно ориентированы вторая ситуация называется восьмерка здесь два угла ориентированы правильно а два нет также похоже на случай из кубика рубика такая же восьмерка здесь скьюб нужно взять таким образом чтобы неправильно развернутый уголок был справа причем желтый цвет был обращен к нам не таким образом неправильно развернутый справа но желтый не на нас а вот таким желтый к нам из этого положения сделать пиф-паф раз два три четыре и мы получаем предыдущую ситуацию под названием вертолет перехватываем скьюб глаза справа делаем еще пиф-паф углы правильно ориентированы под названием внимательно посмотрим на сквыши скьюб пока не очень понятно но определимся что вот у нас белая грань располагаем ее снизу и смотрим что сверху здесь какой-то центр и вот четыре угла все они ориентированы так что желтый цвет наверх не обращен значит это вертолет осталось найти где здесь глаза а где уши но вот два уголка рядом в одну сторону смотрят это видимо глаза вот одно ухо и вот второе ухо располагаем глаза справа и делаем пиф-паф белая грань снизу вращаем раз два три четыре и вот уже форма скьюба начинает появляться четыре уголка правильно ориентированы так выглядит вторая возможная ситуация под название восьмерка два уголка уже ориентированы правильно они напротив белой грани с желтым цветом смотрят вверх два уголка неправильно ориентированы располагаем справа тот который желтым цветом будет обращен к нам и делаем пиф-паф перехват и еще пиф-паф вот из такого положения раз два три четыре делали первый пиф-паф получилось наверное что-то похожее на уши перехватываем проверяем глаза действительно справа и делаем еще один пиф-паф раз до щелчка два три четыре и снова углы ориентированы правильно при выполнении пиф-паф я ориентируюсь на щелчки так как форма не очень удобная и можно легко сбиться во время одного движения происходит три щелчка раз два и три третий это тот который нужен вот один ход три раза щелкнуло и обратно если за форма трудно ориентироваться можно считать щелчки получилось у нас собрана белая грань и правильно развернуты верхние углы далее на обычном скьюбе нужно на верхнюю грань поставить желтый центр белая сторона уже собрана находим желтый центр вот он располагаем его сзади и выполняем алгоритм который состоит из двух пиф-пафов и перехвата называется UPERM делаем вот из такого положения пиф-паф желтый центр сзади раз два три четыре делаем перехват на 180 градусов и еще один пиф-паф получается желтая грань собрана осталось переставить боковые сделаем то же самое здесь белая грань собрана желтые углы правильно развернуты и ищем желтый центр вот желтый располагаем его сзади вот так из этого положения делаем пиф-паф перехват и еще пиф-паф во время перехвата надо быть осторожным и не запутаться первый пиф-паф раз два три четыре делали пиф-паф вот перед нами центр перехватываем один и второй центр ну перед нами должен оказаться желтый пиф-паф и отсюда делаем еще один пиф-паф раз два три четыре мы видим желтый центр появился на желтой грани сейчас он стоит красиво но это вовсе не обязательно он может стоять и криво также как пример вот этот красный на зеленой грани будем считать что нам повезло но главное что желтый центр находится между желтых углов далее при помощи того же юперма нужно расставить остальные центры располагаем белый желтый по бокам неважно в каком порядке и смотрим что осталось если у нас есть центр который стоит на месте его располагаем снизу и смотрим на оставшиеся юперм перемещает центры задний наверх верхний вперед и передний назад если оранжевый центр перейдет сюда то он будет на красной грани а нам такое перемещение не нужно можем перехватить скьюб на 180 градусов и проверить как будет с этой стороны оранжевый центр перейдет сюда и встанет на свою грань также можно определять по цветам оранжевый и красный противоположные цвета а значит делать нужно из этого положения если посмотреть с другой стороны то красный зеленый это цвета которые находятся на соседних гранях значит из этого положения делать юперм не нужно смотрим здесь цвета противоположные ну или оранжевый центр идет на переднюю грань и становится на свое место. Делаем Uperm. Первый пив-пафф. Перехват на 180 градусов. Не важно в какую сторону перехватывать, главное, что передний центр становится задним и наоборот. Делаем еще один пив-пафф. И с кьюб собрался. В случае, если мы собрали белую грань, желтую грань, располагаем их по бокам, а здесь ни одного собранного центра нет, то нам придется сделать Uperm дважды. Сначала из любого положения, главное, чтобы белый и желтый был по бокам. Делаем Uperm. Перехват на 180 и еще один пив-пафф. Получается, что один центр встал на место. Располагаем его вниз. Смотрим здесь. Цвета не противоположные. Синий на зеленой грани встает плохо. Перехватываем и делаем еще один Uperm. Один пив-пафф. Второй пив-пафф. И с кьюб также собирается. Сделаем то же самое здесь, желтая грань, белая грань. Располагаем их по бокам. Смотрим остальные центры. Видим, что ни один центр на месте не стоит. Поэтому Uperm придется делать дважды. Сначала из любого положения. Желтый слева, белый справа. Делаем Uperm. Первый пив-пафф. Перехватываем. Делаем второй пив-пафф. Смотрим, что получилось. Оранжевый центр встал на свое место. Нам опять повезло. Он по форме совпадает с уголками. Но это не обязательно. Главное, чтобы один центр стал между своих углов. Теперь вот этот собранный центр располагаем снизу. И проверяем, как переставлять оставшиеся три. Зеленый и красный цвета смежные. И синий центр на зеленую грань встает плохо. Значит нужно развернуть. Проверяем здесь. Синий и зеленые цвета противоположные. Это хорошо. Либо синий идет вперед и становится на синюю грань. Значит все будет так как нужно. Делаем еще один Uperm. Первый пив-пафф. Перехват. И второй пив-пафф. Смотрим, что получилось. Зеленый центр на зеленой грани. Красный на красный. Синий стоит вообще хорошо. Ну оранжевый и был. Белый и желтый собирали ранее. В итоге на этом этапе обычный скюб был бы уже собран. Но поскольку это шейп мод с кьюба, здесь необходимо еще разворачивать центры. Здесь возможно несколько случаев. Я покажу их все. Случай первый. Неправильно ориентирован передний центр и задний. Все остальные четыре центра ориентированы правильно. Но если вы делали все как я показывал, то белый всегда будет стоять хорошо. А из оставшихся центров либо два, либо четыре будут неправильно ориентированы. В редких случаях центры сразу встанут на свои места. Чтобы решить такую ситуацию, разворот переднего и заднего центров. Я использую комбинацию из обычного скюба. Делаю сначала два пиф-пафа. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. После чего перехват на 180 градусов. И еще два пиф-пафа. На обычном скюбе ничего не изменилось. Но центры передний и задний разворачиваются на 180 градусов. Сделаем то же самое здесь. Располагаем неправильные центры спереди и сзади. Делаем два пиф-пафа. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. После чего перехват на 180 градусов. И еще два пиф-пафа. На один пиф-паф. И вот теперь сквыщет скюб собран. Второй случай с двумя неправильными центрами. Это когда они располагаются не напротив, а рядом. В первом случае мы брали передний и задний центры. И разворачивали их на 180. Здесь придется передний и верхний. Белый у нас всегда правильный. Из оставшихся два неправильно ориентированные. Это можно решить двумя способами. Первый способ. Мы делаем тот же самый алгоритм. Но предварительно верхний центр отправляем назад. Вот таким движением. У нас получается, что теперь передний и задний центры нужно развернуть. То есть предыдущий случай. После выполнения алгоритма придется первое движение вернуть обратно. Делаем два пиф-пафа. Один. Второй. Перехват на 180 градусов. И здесь еще два. Один. Один. Второй. Если мы вернемся в исходное положение, то остается отменить первый ход. Форма очень мешает выполнению алгоритмов, поэтому надо быть внимательным. Второй способ сначала покажу на обычном скьюбе. Мы делаем один пиф-паф. Перехват на 180 градусов. Еще два пиф-пафа. Первый. Второй. Опять перехват на 180 градусов. И еще один пиф-паф. В этом случае разворачивается верхний и задний центры. Если у нас в таком положении два неправильных центра рядом, мы разворачиваем вот этот неправильный назад. А этот остается сверху. И делаем четыре пиф-пафа с двумя перехватами. Первый пиф-паф. Перехват на 180. Еще два пиф-пафа. Первый. Второй. Опять перехват на 180. И еще один пиф-паф. Движений меньше, но зато два перехвата. Выбирайте, какой способ вам удобнее. В следующий случай нужно развернуть четыре центра. Передний, верхний, слева и справа. Правильно ориентирован только белый и еще один. В нашем случае красный. Располагаем правильно ориентированный центр сзади. И будем разворачивать левый, правый, передний, верхний. Я уже показывал, что шесть пиф-пафов на обычном скьюбе возвращают его в исходное положение. Но на шейп-модах эти движения как раз разворачивают вот эти центры. Передний, верхний, левый и правый. Поэтому в данном случае никаких перехватов. Просто делаем шесть пиф-пафов. Первый, второй, третий, четвертый. Пятый, пятый, шестой. Все удачно, скьюб собран. И четвертый случай. Также неправильно ориентированные четыре центра. Но они все боковые. Белый центр всегда собран. Но напротив него будет еще собран желтый. Нужно все четыре боковых центра развернуть на 180 градусов. Тут можно поступать разными способами. Либо дважды выполнить алгоритм, который разворачивает передние и задние центры. Также можно дважды выполнить алгоритм, который разворачивает два смежных центра. Кстати, эти алгоритмы можно было использовать и для предыдущей ситуации. Но можно сделать setup move, дополнительный ход, который приведет нас к предыдущей комбинации. И мы сделаем шесть пиф-пафов. Для этого нужно верхний центр, который правильный, расположить сзади. Вот таким движением. И из такого положения сделать шесть пиф-пафов, которые развернут нам передний и верхний, левый и правый центры. А задний у нас пока хороший. Делаем шесть пиф-пафов, после чего вернем дополнительный ход. Первый пиф-паф, второй, третий, четвертый. Пятый, четвертый, пятый, шестой. Все уже почти красиво. Отменяем первый ход. И скьюб собран. Все центры правильно ориентированы. Если вы собирали все, как я показывал, то у вас всегда будет белый центр ориентированно правильно. И вам останется в конце сборки развернуть либо два, либо четыре центра. Если же вы где-то в сборке ошиблись и вам требуется развернуть шесть центров, то просто комбинируйте те комбинации, которые я показал. Разверните сначала какие-нибудь два, а потом оставшиеся четыре. Но если сразу собирать белый центр в правильно ориентированном, такого не случится. Приведу пример сборки для закрепления. Находим белый центр. Подводим сюда ближайший угол. Проверяем, встанет ли он сюда. Отсюда, видим, не подошел по цвету. Отводим назад. Разворачиваем. Пробуем поставить. Видим, что он вроде бы и готов, но, видимо, не к этой стороне он должен подходить. Поэтому отсюда переставим его на противоположную сторону центра. Вверх. И сюда. И здесь пробуем его разворачивать. У нас, кстати, тут уже один сам собой уголок встал. Отводим. Разворачиваем. Возвращаем. Получилось, что два противоположных угла стоят на местах. Ну, придется эти ставить аккуратнее. Вот ближайший. Он должен быть здесь. Оранжевый, оранжевый. Нужно его развернуть. Отводим. Разворачиваем. Возвращаем. Так как вот этот случайно собрался, его можно попробовать сохранить. Еще раз. Разворачиваем. Возвращаем. И это сохраняем. Тре угла на месте. Ну, четвертый стоит на своем месте, но не развернут. Разворачиваем. Так. И восстанавливаем. Первый слой готов. Смотрим, что здесь наверху. Вот этот угол похож на правильно ориентирован. Этот тоже. Значит, у нас восьмерка. Здесь желтый цвет должен быть обращен к нам. Это не так. Перехватываем. И вот теперь похоже. Делаем отсюда пиф-паф. Так. Перехват. И еще один пиф-паф. Желтые углы правильно ориентированы. Ищем желтый центр. Ну, вот он. Располагаем его сзади. Делаем ее первым. Пиф-паф. Перехват. И еще пиф-паф. Первый пиф-паф. Перехват на 180 градусов. И второй пиф-паф. Так. Проверяем. У нас желтый встал на свою грань, но развернут неправильно. И остальные центры, кстати, тоже по своим местам встали. Но это скучно. Предположим, что все было не так удачно. У нас белый собран. Желтый элемент стоит на своих местах, хотя центр развернут неправильно. И остается еще переставить три центра, потому что синий встал на свое место. Располагаем его снизу. Здесь цвета смежные. Ну и красный на оранжевый не подходит. Перехватим. Здесь цвета противоположные. И красный на красный подходит хорошо. Делаем еще один юперм. Один пиф-паф. Перехват. И второй пиф-паф. Получаем, что у нас неправильно развернуты всего два центра. Я сделаю комбинацию, которая чуть длиннее, но с одним перехватом. И верхний центр отправлю назад. После чего буду делать два пиф-пафа, перехват и еще два пиф-пафа. Начинаем. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Перехват на 180. Первый пиф-паф. И второй пиф-паф. Ну и остается довернуть. И скиюб собран. Если вы умеете собирать обычный скиюб, то большая часть сборки вам будет понятна. Форма, конечно, заставляет быть более внимательным, легко ошибиться, но можно ориентироваться на щелчки. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok